Приветствую, друзья. Роскомнадзор пока не будет блокировать Twitter, но замедлит Facebook и YouTube. Меня потрясает, что в 21 веке мы всерьез обсуждаем не запуск новейших технологий, а как не дать людям доступа к этим самым технологиям. Twitter, Google, Facebook тратят миллиарды долларов и время лучших программистов и инженеров, чтобы сделать соцсети более доступными, а Роскомнадзор за наши деньги тратит безумные усилия, чтобы сломать то, что сделали эти самые лучшие программисты и инженеры. Али нови, ностро алис. Что означает, если один человек построил, другой завсегда разобрать может. Конечно, дело тут не только в ненависти Роскомнадзора к современным технологиям. Хотя то, с каким энтузиазмом они берутся за разрушение всего живого в интернете, вызывает некоторые подозрения. Ай, английская вещь. Прямо сейчас, когда я записываю это видео, в московском арбитражном суде идет интересный процесс. Юрист нашей правозащиты Анастасия Буракова защищает политика Леонида Гозмана, которого Russia Today и ведущий канала Антон Красовский пытаются засудить. 20 мая состоится рассмотрение иска Russia Today и Красовского к Леониду Гозману, которого буду представлять в арбитражном суде Москвы я. И это имеет значение не только для Леонида Гозмана или шире, для оппозиционеров. В статье в «Новой газете» Гозман позволил себе не слишком восторженное мнение о канале, о его руководстве и о взаимодействии Russia Today со спецслужбами. Как выяснилось, в эфире Russia Today разговоры Гозмана по телефону прослушиваются, а пропагандисты Russia Today каким-то образом знакомы с их содержанием. И вот теперь судят не тех, кто незаконно прослушивал Гозмана, не тех, кто в прямом эфире показал свое знакомство с результатами этой незаконной прослушки, а самого Гозмана. Я вам хочу всем ответственно заявить, это мы здесь власть. И власть мы эту вам не отдадим ни хрена никогда. Даже не надейтесь. Посыл этого иска понятен. Власть может что угодно, а ты не имеешь права про это говорить. Не имеешь права критиковать пропагандистский канал. Не имеешь права на собственное мнение. Этот суд по иску Russia Today и Красовского является модельной ситуацией борьбы со свободой слова. Именно поэтому правозащита открытки и взялась представлять интересы Леонида в этом деле. Конечно, для обычного человека термин «свобода слова» звучит несколько отвлеченно. Но на самом деле свобода слова имеет очень прикладное значение для каждого из нас. Даже для тех, кто считает себя бесконечно далеким от политики. За последний месяц два прекрасных издания «Медуза» и «Витаймс» получили ярлык иностранных агентов. Теперь перед каждой статьей или новостью, даже если это прогноз погоды или цитата самого Путина, они должны писать дисклеймер из 27 слов крупным шрифтом. Кто-то из считателей испугается самого термина «иностранный агент». Кто-то утомится бесконечно повторяющимся дисклеймером. Сбежит часть рекламодателей и, соответственно, уменьшится возможность делать качественный контент. В пятницу вечером нас объявили днем иностранным агентам, а с понедельника начали звонить менеджеры по продажам, рекламные агентства и представители заказчиков и просто снимать букинги. Задача властей понятна. Перед трудными для них выборами в Думу по максимуму убить все живое в журналистике, чтобы некому было сказать, что рейтинг «Единой России» за три месяца до выборов находится на уровне 15%. Что борьба с эпидемией, которой так гордится Путин, на самом деле вывела нашу страну в чемпионы в мире по избыточной смертности. Что доходы граждан падают уже много лет подряд. Что Путин – это президент не всех россиян, а только высшего слоя чиновников и их избранных бизнесменов. И даже если рассказы о политике, о том, как вас грабят, о том, почему у вас и ваших детей так мало перспектив в жизни, так вот если эти разговоры не представляют для вас ценности, борьба против свободы слова скажется и на вас тоже. Слушай, качественные медиа – это не только политические колонки и расследования, это материалы про культуру, спорт, развлечения, это интервью, видео, подкасты. Конечно, можно сказать – нет проблемы. Останутся же лояльные власти СМИ. Это про политику у них отвратительные материалы, а про культуру и развлечения нет разницы, где узнавать. Ну, во-первых, это, конечно, не так. Обычно, если люди в чем-то одном делают дерьмо, то и в остальном у них получается абсолютно то же самое. Во-вторых, с каждым уничтоженным приличным медиа падает общий уровень журналистики. Кто-то уходит из профессии, кто-то рисует внутренние двойные сплошные, а главное – разрушается конкурентная среда, рынок качественной журналистики, который заставлял все медиа держать планку. Ну, ладно, политическую журналистику кому-то не жалко. Без развлекательной, ну, наверное, тоже можно обойтись. Ведь есть же соцсети. Можно позалипать в Инстаграме, можно провести вечерок в Ютубе, можно полистать Твиттер, а на очереди ТикТок, Клабхаус, ну, аудио-чаты, Телеграма. Ну, и не случайно начал наш разговор с новости про Роскомнадзор. Для властей соцсети такие же самые опасные медиа, даже страшнее. Ведь охват выше, а скорость распространения информации и еще больше. А политического контента там гораздо больше, чем в медиа. И поэтому отсидеться в соцсетях тоже не получится. Свобода слова – это такая штука, что она либо есть везде, либо рано или поздно ее не будет нигде. И это вот самое рано или поздно уже пришло. Точечные судебные иски, блокировки, замедления, гигантские штрафы, угрозы полного прекращения работы – все это уже есть. В России Ютуб стал заменой телевизору. Власть прибрала к рукам все телеканалы, и чтобы не видеть этого унылого говна, люди пришли на Ютуб. Появилось множество прекрасных развлекательных, политических, познавательных каналов. Но теперь власть хочет провернуть с Ютубом, да и с другими соцсетями, тот же самый Финт, что и с телевизором, чтобы и в интернете у вас был выбор только между Киселевым, Скобеевой и Соловьевым. Что с этим делать? Можно ли с этим вообще что-то делать? Вот. Да, путь есть. Непростой, с негарантированным успехом, но есть. С другой стороны, если ничего не делать, то результат как раз гарантирован. Так вот, необходимо давать отпор по каждой, буквально по каждой попытке властей, хоть немного, но сократить пространство свободы. В интернете, не в интернете, не важно. Как я уже сказал, это пространство, оно общее. Нужно помогать оспаривать каждую блокировку, каждый штраф, каждый запрет. Сейчас на этом сосредоточен наш проект правозащиты открытки. Только в настоящий момент наши адвокаты и юристы представляют в суде Ивана Голунова. Помогают отбиваться от исков Илье Варламову. Отстаивают право Леонида Гозмана на выражение мнения, даже если это страшно подумать, не нравится Russia Today. Таких дел у нас очень много. Нам нужна ваша помощь. Во-первых, какими бы хорошими не были адвокаты, а у нас прекрасные юристы и адвокаты, власть куда как более болезненно реагирует на широкое общественное мнение. Чтобы отстаивать права журналистов, блогеров, изданий, необходимо общественное давление. Подпишитесь, пожалуйста, на соцсети нашей правозащиты, чтобы знать, кто и где нуждается в вашей поддержке. Ссылки есть в описании ролика. Помогайте распространять информацию. Каждый день в стране происходят тысячи событий, и государственные медиа пытаются закидать нас мусорными новостями, чтобы потерялись настоящие новости. Ну, типа, вот Пушков высмеял, Захарова поставил на место, Лавров сделал замечание журналиста. Пробиться через этот мусор бывает тяжело, но это необходимо. Так что вот пишитесь на правозащиту и помогайте распространять то, что важно нам всем. Во-вторых, страна у нас большая. Медиа, соцсетей, пользователей много. Уследить за всем тяжело. Если вы сталкиваетесь с попытками ограничения свободы слова, со случаями преследования журналистов, блогеров или медиа, пишите нам. Контакты тоже в описании. Ну и, наконец, какими бы ни были наши ресурсы, на всю страну их не хватит. Чтобы обеспечить всех адвокатами, защитой, юридической помощью, нам тоже нужна ваша поддержка. И дело даже не в том, что финансовые ресурсы одного человека не безграничны. Как я уже сказал, власть отступает только перед широкой общественной поддержкой. А лучший способ показать власти эту вашу заинтересованность в борьбе за свободу слова, это финансовое участие. Пусть небольшое, но постоянное. Помогите правозащите. И мы сможем в большем масштабе отстаивать наши общие интересы. Свобода слова – это не абстрактная материя. Свобода слова – это когда у вас есть выбор. Смотреть Познера или Дудя, Киселева или Навального, Михалкова или Бетт Комедиана. Когда у вас есть возможность узнавать про дворец Путина, яхту Сечина или миллиарды ФСБшников, а не только про парады, внешнеполитические достижения или покашливание самого вождя. Давайте вместе сделаем так, чтобы эту свободу выбора сохранить и дальше. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте оповещения о выходе моих новых видео. Счастливого! Продолжение следует... Счастливого! Продолжение следует... Продолжение следует...